Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на Волнах Радио Балкон. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И мы продолжаем наши беседы о культурном пространстве Латвии. Выходим за границы нашей страны. И нередко мы гостим в театрах других стран. Нередко это Петербург. И вам уже хорошо известны наши гости из театра имени Ленсовета, которые в прошлом году посещали Ригу. И рассказывали о том, каковы новинки театра, каковы основные направления работы. И вот на этот раз я имею честь представить вам новую работу, премьеру этого театра, сочинение по поэме Гоголя «Мертвые души». И автором этой версии стал актер и режиссер театра имени Ленсовета Роман Кочержевский. Сегодня в студии, в физическом смысле у нас никого не будет, но мы переносимся фантазией в Петербург. И сегодня у нас на прямой связи Роман Кочержевский. Роман, добрый вечер. Добрый. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и силы сегодня представить нашим радиослушателям свою версию. И я хотел бы, может быть, начать нашу беседу с вопроса, который может быть несколько избитым. Актуальность классики. До мной известно, что «Мертвые души» заняли навсегда свое место в школьной программе. Это классика русской литературы XIX века. И все-таки я хотел бы задать вопрос. Почему история мелкого авантюриста, путешественника и комических помещиков вновь актуальна в сегодняшнем мире? Почему ты, как режиссер, решил обратить свой взор на поэму Николая Васильевича Гоголя? Мне кажется, что актуальность понятна, потому что всякое гениальное произведение, оно потому и гениально, потому что оно заключает в себе огромное количество смыслов и не только основного сюжета, а еще каких-то маленьких разветвлений. И каждый читатель найдет свой интерес. И для любого возраста, мне кажется, эта история актуальна. Потому что многие читали это в школе. И уже забыли, наверное, как это было. Когда они читали одно, осталось ощущение, что мертвые души, есть какая-то мистика, еще что-то, какой-то там сюжет. И мне кажется, редко кто перечитывает это в взрослом возрасте. Многие люди сталкиваются с тем, что оказывается, так вот почему это так здорово было и почему это признанная вещь. Я говорю про Гоголя, Достоевского, то, что часто используются, про воические истории используются в театре. Это хочется из этого сделать сценировку, поставить спектакль, снять кино. Потому что люди во взрослом возрасте, как-то освободившись, видимо, от штампа своего восприятия школьного, открыв это произведение вновь, открыв книгу, они находят там для себя что-то волнующее. И мне кажется, что «Мертвая душа» — это именно тот материал, который имеет такое действие. Во-вторых, это же детектив. Ну так, если брать вот процесс чтения, вначале ничего не известно. В какой-то город приезжает какой-то человек, и десять глаз нам рассказывают о том, что он что-то делал, как бы, но кто он такой на самом деле, мы не знаем. И только в конце произведения мы узнаем, что, оказывается, у него было такое-то детство, он взял себя так и пришел к этому путешествию осознанно спустя огромное количество еще, как бы, предыдущих опытов и заворотов судьбы. Ну, в общем, поэтому мне кажется, что это интересно вот с той точки зрения, что оно просто читается, ну, свежо, и ты думаешь, а, какая-то мистика «Мертвая душа», сейчас что-то начнется. И вот с этим ощущением, если, особенно если забыть вообще, постараться забыть свое школьное ощущение, это безумно интересно. Ну, это так банально, просто интересно, это написано интересно. И сюжет перемежается все время с лирическими отступлениями, либо описательными какими-то конструкциями, и из главы в главу, по сути, одна и та же схема заходит на новый круг, но ты не устаешь это читать. Так как книга, ты ее за один вечер не читаешь, ты можешь отложить, переварить и перейти к следующей главе на следующий день, или через какое-то время. В общем, это такое чтение увлекательное, я сказал. А какова была история твоих школьных штампов или, скажем, дальнейшего отношения к этой поэме? Почему ты из всей галереи русских шедевров 19-го столетия выбрал именно «Мертвые души»? Не могу сказать, что есть какая-то логика в этом прямая. Это ощущение. Я вот часто вспоминаю эту фразу, что произведение, оно как бы само, как к тебе приходит название. Да, это не пьеса. Нужно было еще написать инсценировку, пробовать как-то ее переложить на язык сценический. И понятно, что огромную часть произведения занимают описательные куски. И тот язык Гоголя, о котором все говорят, что это уникальное, невероятное, он ведь не только в прямой речи, в диалогах, он именно в этих описательных кусках и витиеватых, интереснейших каких-то языковых особенностях стилистических, присущих только ему. И, конечно, хотелось это все тоже попробовать, как-то включить в постановку. Но я руководствовался ощущениями своими внутренними. Мне казалось, что я ничего не помню из того, что я в школе читал. И перечитывая в какой-то момент уже в сознательном возрасте, что-то во мне такое произошло внутри. Я понял, что в произведении нету взгляда на этих персонажей, какого-то более пристального. Как-то все по вершкам. И он как-то проехал. И осталась там сюжетная какая-то линия, описательная. Но вот как-то углубиться в их какую-то жизнь, может быть, даже повседневную, или какие-то особенности бытовые, ну, не знаю, не получалось. Воображение куда-то вот уводило больше в эти какие-то кусочки описательные и стилистические. А мне казалось, что что-то важное я упускаю. Я стал читать медленнее. Стал пытаться расшифровать, то есть убрать этот временной контекст. Понять, что это за типы людей. Кто это? Там разный возраст. Какие-то персонажи уже овдовевшие, то есть столкнулись со смертью близкого человека. Там есть вдовцы, вдовы, есть пары, у которых есть дети. То есть все вроде бы так пестро. И столько разных граней. Они такие все вкусные. И хотелось исследовать это путем, ну, каким-то сценическим. То есть много приспособлений, не превращая текста, вот что это было. И избежать произнесения описательных вот этих вот кусков, что часто бывает. То есть используют в постановках описательный текст и текст, это лирические отступления. Как-то мы к этому притрагивались, но тем не менее хотелось создать какой-то, может быть, быт. Как-то понять, а что это могли быть за люди более современные, что ли. Ну, не в прямом смысле современные, а, может быть, это какие-то узнавал родители в них, там, бабушку-дедушку, там, родители своих, своих сверстников, там, окружения. И мне казалось, что есть какая-то там такая тема, она у каждого своя, то есть это как галерея тем тоже, которые вот остаются как послевкусие всегда в произведении, но никто об этом не говорит. Ведь учителя в школе, они тоже имеют свое видение такое-то, и то, что в нас осталось, это скорее не наше впечатление от произведения, а то, что нам вот на уроках там рассказали литературу, и все, и оно как-то вот так вот засело, и это чье-то мнение. А на самом-то деле, помимо вот этих слов и клише, есть ощущения какие-то от этих людей. Они какие-то безумно одинокие люди, и не все там так просто. Они не просто какие-то монстры, чиновники, жуткие, а вот по-человечески-то что? Что с ними было? Как они к этому пришли? Вот я пытался вот туда углубиться. Не знаю, случилось ли это, но именно это было отправной точкой, мне хотелось как бы про них что-то больше понять, нежели там про Чичикова самого, потому что про него-то потом мне расскажут все. А вот чем живут эти ребята? Хотелось как-то туда отправиться, в это путешествие. Я как зритель обнаружил еще до того, как как бы попал в зрительный зал и занял свое место, я обнаружил программу, и программка, и перед этим как бы и афиша заставили меня подумать о том, что подход к спектаклю будет, скажем, скорее, может быть, если описывать это языком живописи, кубизм. Это будут какие-то грани, отдельные частички, кусочки, может быть, отдельные геометрические фигуры, которые будут воссоздавать на сцене истории именно во множественном числе. Я понял, что дизайнер афиши, Данил Яткин, с которым ты сотрудничаешь, афиш тоже каким-то образом создавал свою версию об этом спектакле как версию путешествия или, скажем, попытку сложить вот какой-то пазл. Скажи, пожалуйста, в какой степени тебе удалось сотрудничать с автором вот этого визуального образа, потому что, по сути дела, афиш — это первое, что встречает зритель перед тем, как начинается спектакль. — Да, это уникальный опыт. Мы с Данилом так интересно работали. Я просто в каком-то неописуемом восторге нахожусь в этом процессе. Да, мы провели несколько вечеров по несколько часов. Я рассказывал ему идеи, я не приводил его на репетиции, не показывал ему какие-то кусочки, ничего такого, только свои какие-то обрывки и, так сказать, части вот пазла. Это действительно такой как бы ребус. Мы думали о том, что вот эти помещики воспринимали, например, Чичикова, как какие-то тоже обрывки. У каждого свое было видение этого человека. Рассказал ему впечатление от работ Шагала. У него есть такая галерея афортов, который ему предложил сделать один меценат. Была такая идея создать иллюстрации к великим произведениям классиков руками великих художников. И у Марка Шагала интересная такая особенность в этих работах есть, что Чичиков в каждой работе разный. В каждой вот этой вот картине он разный. И абсолютно ощущение складывается, что это были какие-то... Это может быть был не один человек. А может быть, это они его придумали. А может быть, они о нем так вспоминают. Потому что когда мы пересказываем кому-то, мы что-то добавляем, либо убираем. И также вербальный наш, да, этот код, он же не может четко отобразить картинку, то, что у нас в воображении, да, нам представлять. И все равно человек себе рисует что-то другое. И вот этот вот переход от другого персонажа к третьему, и как они там друг другу рассказывали, да, в произведении, что он такой, как там по городу пошла молва. В общем, это все было похоже на какой-то ребус. И мы подошли к вот этой вот задаче именно так, как ребус. Мы хотели создать какое-то вот ощущение поиска, игры, и как-то так придумалось вот эти точки, которые можно соединить и получить изображение человека. Хотя, видя эти точки, ты и так примерно представляешь, что получится. Но соединив их, ответа все равно ты не находишь. Ну, ты видишь еще какой-то дополнительный образ, дополнительный контур. Но дальше, включая воображение, ты можешь туда погрузиться. И вот эти точки точно так же, они появлялись постепенно. Мы придумали такой ход, мы разделили эту афишу на четыре части, и, по-моему, каждые четыре или пять дней выкладывали новый кусочек. То есть, и сама афиша была разделена на четыре части. Иными словами, вы использовали язык в какой-то степени маркетинга, да, как бы приглашая зрителя следить за тем, что постепенно вырисовывается. Ведь это же один из способов поддержания интереса. И я понял. Да, я скажу, что на момент создания афиши, так как создание спектакля, это очень процесс живой, и все меняется, и особенно у нас в театре такие опыты были, когда спектакль мог кардинально поменяться уже при выходе на сцену, когда у тебя есть неделя или пять дней для переноса из репетиционной комнаты на сцену, на большую спектакль, измениться все может, абсолютно перевернуться с ног на голову, и, в общем, конечная, конечная, как бы, точка будет совершенно не та, которую ты придумал даже вот за неделю до выхода на сцену. Все может перевернуться. Да, об этих... В процессе работы интересно, что... Извините, что перебиваю. В этом и была какая-то история, что эта афиша, она жила как бы параллельно. Она точно так же, как и произведение наше уже, вот, ну, то, что получилось на сцене, оно как-то модернизировалось, и это пространство продолжало быть актуальным. Вот то, что... То, что Данила изобразил, вот, оно работало. Каждый раз, когда что-то менялось, я проверял, а соответствует ли это наша афиша. И это соответствует. Это было очень интересно. Таким образом, афиша жила параллельно и своей жизнью, но я понял, что зрителя приглашают и к некоторому действию, и к игре, условно говоря, рядом, скажем, вместе с программкой зритель получает еще один предмет. Да, это карандаш, чтобы соединить эти точки в прямом смысле. Либо скрасить свое ожидание минуткой, там, такой вот детской, забавной игрой. А иногда мы и в школе тоже чирикали что-то на полях. Есть односторон спектаклей, в который один из исполнителей предлагает записать какие-то факты. Ну, это такая тоже забавная история. Роман, мы продолжим. Еще кто-то ко мне подошел и сказал, что на развороте, если развернуть программу, то соединив точки, получится что-то похожее на карту России. Я не знаю, может быть. Очень интересно, видишь, и афиша тоже, и программа обрастает какими-то дополнительными значениями. Мы продолжим буквально через несколько минут нашу беседу, когда вернемся в студию после выпуска новостей и рекламы и поговорим уже о процессе инсценировки и других аспектах. Напомню, сегодня в гостях у нас по телефону актер и режиссер театра имени Лен Совета Роман Кочержевский. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию. Напомню, это программа Культ Просвет и мы продолжаем нашу беседу с актером и режиссером театра имени Лен Совета Романом Кочержевским. Роман поставил 25 апреля этого года новый спектакль по мотивам поэмы или романа Гоголя Мертвой Души. Роман сегодня на связи с нами. Роман, я надеюсь, ты еще здесь. Алло. Да, да. Да. Продолжим нашу беседу. В самом начале нашего разговора ты упомянул некоторые, скажем, вызовы или сложности связанные с инсценировкой. Дело в том, что тебе пришлось перенести объемный текст, прозу, которая, как ты уже сам упомянул, полна детальных описаний природы, каких-то метеорологических условий, гастрономии, людей и так далее, и так далее. Пришлось перенести это на сцену. Скажи, пожалуйста, каковы были инструменты, как бы каков был принцип, может быть, какой-то основной нарратив, как происходил этот процесс? Я разбил вот эти главы, ну, как бы для себя, на еще более мелкие эпизоды. То есть я их отхарактеризовал, как назвал, если воспоминания. То есть можно прочесть это по-разному. Я не настаиваю на том, чье это воспоминание. Можно решить, что это воспоминания Чичикова о том, как он ездил, и что он помнит об этих людях и этих помещиках. Это может быть воспоминание помещиков о том, как к ним приезжал этот человек. Это может быть наше воспоминание вот о том, как мы в школе прочли, и что у нас осталось, и так далее. Вот как-то захотелось... Это даже немножко кинематографический такой, что ли, прием. Вот такие новеллы, обрывки. То есть я очень как-то... Ну, не знаю, нравится мне вот истории в фильмах, когда дробят вот на отдельные новеллы. Почему-то у меня так устроено восприятие, ну, не знаю, это моя, может, особенность индивидуальная, как-то я лучше что-то понимаю в этом. Когда мне дают вот отбивки вот эти на отдельные какие-то глазки. И это дает возможность чуть-чуть менять язык, ну, то есть чуть-чуть поворачивать угол, акцентировать на другом немножечко. Хотя вроде бы там сценография так сделана, что она все равно так или иначе фокусирует нас вот на чем-то конкретном. И делая сценировку, я думал, что там должны были быть еще несколько персонажей, но в процессе репетиции так получилось, что мы от них отказались, вот. И это должно было быть похоже на некое, что ли, расследование или что-то. Там в последних главах чиновники начинают размышлять, а кто же такой был? чичиков. Там впрямую есть вот эти вопросы, которые они себе задают после того, как вскрылась история о том, что же он все-таки делал, и когда все узнали об этом, и мало того, что все, все узнали, что все тоже об этом знают. Ведь помещики скрывали друг от друга поначалу все это. И лишь один персонаж начал высказывать некие свои точки зрения на эту тему. И никто ему не поверил. А потом все же карты вскрылись, и пошла молва. И вот как-то я что-то придумал такое детективное и держался этой основы. Но потом в процессе репетиции чуть-чуть все видоизменилось, и, видимо, вот этот момент самого этого расследования, он стал не нужен. Он каким-то стал лишним звеном, и это, видимо, не получалось. То есть опытным путем мы к этому пришли. туда как-то не хотелось спускаться, и я понимал, что, видимо, это лишнее. И нужно акцентировать внимание конкретно вот на этих людях. Ты упомянул в качестве... Да? Да. Теперь я тебя прервал. Да, да. В качестве одного из жанров ты упомянул, скажем, детектив или расследование. Но в какой-то степени постоянное движение героя, которого никто толком не может описать, есть и суть авантюрного романа, а авантюрный роман это, по сути дела, старинный жанр европейской литературы. 17-18 век это период расцвета этого жанра. Как бы ты объяснил, как режиссер, нам, зрителям, что, по сути дела, и в тексте, и в какой-то степени на сцене никто из помещиков не может толком описать и вспомнить этого героя? Если в романе это всевозможные странные фантазии, вплоть до Наполеона и, скажем, сплетни и ужасы, которые наполняют губернию, то твоя как бы сценография показывает, что с одной стороны этот герой присутствует, с другой стороны, и это уже твоя версия режиссера, ты предлагаешь нам увидеть, как Чичиков якобы вселяется в тела помещиков, или, может быть, они, наоборот, проецируют что-то и создают его вот такой неясный образ. Скажи, пожалуйста, Чичиков все-таки присутствует у тебя на сцене? Да, есть конкретный герой, который отображает версию о персонаже, но есть ли он на самом деле? Конечно, есть. Он так или иначе присутствует, и вот в разных воспоминаниях он присутствует в разной роли. Он где-то в прямую участвует в сцене, где-то он наблюдатель, где-то он подставляет какого-то другого человека и смотрит на него со стороны. То есть, такая хитрая история заплетена. Потому что есть еще одно пространство на сцене, которое находится за пространством вот этих квартир, домов, в которых они живут. Там есть его стол. Он тоже как-то у меня мутировал, я это называю, в ходе репетиции. В итоге это стал его стол. И иногда это становится какой-то школьный. Там стол, стол учителя и так далее. В общем, это иногда это его взгляд, иногда это его же его взгляд на себя со стороны, а иногда это внутренние ощущения. Я руководствовался тем, что сами жители этого города восстанавливают в памяти его. Ведь каждый видит все как бы со своей колокольни, называется. и если попросить рассказать об одном человеке, даже людей, вот мы работаем в театре, попросить каждого из нас рассказать о каком-то артисте, ну как бы и это будут совершенно разные люди. Ну, это понятно, что все воспринимают по-разному воображению, всех работают по-разному. Плюс здесь накладывается такая как бы стрессовая что ли ситуация, когда он появляется у каждого в доме, он произносит вот эту вот странную просьбу, и эта просьба выбивает людей как бы из привычного русла. И когда мы находимся, вот когда работают какие-то аферисты, мошенники, на улице кто-то обманывает, или по телефону нам позвонили, пытаются нас обмануть, там какие-то махинации, еще что-то, мы потом, если мы поддались на эту провокацию, мы потом думаем, часто такая фраза всплывает, все было как в тумане, да я как бы не успел опомниться, и описать вот этих людей невозможно, ты пытаешься составить как бы ну типа там да, вот образ человека, но ты точно не можешь описать, потому что эти люди очень специфические, и либо они такие и есть, либо они умеют так себя вести, что ты как бы не помнишь в итоге, кто это был, и мне показалось это любопытным, вот именно эта точка зрения, и также это некая совокупность обстоятельств, то есть Чичка такой и есть, и у него нет как бы своего лица, мне кажется, потому что он очень четко мимикрирует, он четко видит, что нужно этим людям, и так подстраивается под их желания, и их какие-то, либо наоборот, их страхи, что они не видят настоящего, они видят то, что хотят видеть, либо наоборот, чего очень не хотелось бы им увидеть. Может быть, мы могли бы заглянуть в созданную тобой галерею помещиков, спектакль открывается Маниловыми, которые встречают Чичикова, и в какой-то момент они открывают заново, такова моя версия зрителя, скажем, свою сексуальность, их влечет друг к другу, в какой-то степени, как мне показалось, их даже несколько, скажем, увлекло предложение о покупке душ, это превратилось в какой-то даже сексуальный импульс. Скажи, пожалуйста, почему ты перенес этих помещиков, раз ты говорил о том, что хотел бы освободиться от временного контекста, в пресловутую квартиру с интерьерами 60-х годов, или, может быть, с интерьерами, которые остались от 60-х годов, почему они живут там? Мне кажется, что мы все равно не сможем сейчас скопировать ту жизнь, которая была тогда, вот, это бесполезно, мы не музейные, да, работники, и вообще у нас другая совершенно специальность, эта история же про людей, так или иначе, а люди вообще не меняются, время идет, и, как показывает история, люди не меняются нисколечки, то есть, типы людей остаются такими же, и, чтобы как-то чуть-чуть не играть, вот, бакенбарды, усы, палеты, там, и так далее, вот это все, и помещиков, мне кажется, что, читая произведения, что происходит, ты узнаешь абсолютно сегодняшних людей, вот, в этом нет никакой хитрости, мы попробовали чуть-чуть приблизиться, но, такой странный ход взяли, мы как бы приблизили время, но его, мы не до конца дотянули, или бы как будто бы супер приблизили, поняли, что очень современно это нельзя сделать, потому что это, ну, как бы перестает, что-либо, быть художественным, и как прием, откатили обратно это время, так как я говорил, что мне, мне напоминало, это, моих родителей, моих бабушек, дедушек, вот это время, как раз, примерно оно и есть, и можно сказать, что сейчас, зайдя в какую-нибудь квартиру, вот, да, в Петербурге, например, мы можем оказаться абсолютно в этой среде, потому что люди в какой-то момент прекратили, как бы, ну, как, страшно, так говорить, прекратили развиваться, они вот на каком-то своем пути остановились, и дальше, как бы, жизнь свою доживают в этом интерьере, который им остался от родителей, либо они чего-то там, какое-то богатство накупили, обустроили свою квартиру, у всех одинаковую, да, по факту-то это четыре стенки, потолок и пол, и мы все там спешим какое-то богатство, да, накопить, ну, многие из нас, да, вот это вот материальное, обустроить там дом, быт, ничего, ничего не меняется, но в какой-то момент останавливаемся, будь то какой-то, там, недуг, разные обстоятельства у всех, это никакое не обвинение, просто так бывает, что в жизни человек к чему-то стремился, был сильным, но и что-то его сломило, его волю, и он остановился, и как бы по факту он не живет, а как бы, ну, существует, и вот доживает, и вот мне кажется, что об этом эта история тоже, что мы все живем в этих клетухах, кто-то подороже покупает себе мебель, а кто-то побогаче, и все равно все едут в одну и ту же гипермаркет, который в городе, где-то их побольше, где-то поменьше, покупают там одну и ту же мебель из того и того же каталога, и у всех все одно и то же, а проблемы остаются теми же, люди те же, богатые, или бедные, все одно и то же. Потому ты перенес в финале спектакля, скажем, условные вечные образы помещиков в совсем современный мир, одел их в современные стильные черно-белые одежды, и они каким-то образом вкладывают вот, скажем, в руки героя, Чичикова, вот возможность дальше путешествовать, то есть вот это, скажем, повод, и дальше, условно говоря, он мчится в каком-то странном состоянии, может быть, он даже вне себя, или он потерял сознание, но они как бы выглядят кем-то, кто буквально преследует его, они постепенно приближаются на авансцену, и все они очень стильные, в то же время суровые, высокомерные, несколько распутные. Я правильно понял, что ты решил действительно показать еще раз, что никто не меняется? Да, в этом была такая идея, на самом деле мы к ней пришли очень опытным путем, вот, рассказывал, что сцена двигается, и каждый новый герой, да, вот, начинается, ну, произведение как начинается, мы въезжаем в его поместье, идет описание поместья, которое и характеризует героя тоже, потом мы видим интерьер, потом мы замечаем какие-то особенности его поведения, какой-то монолог, и как только вступает Чичиков с этим своим предложением о покупке душ, сразу все как бы останавливается, сразу становится все неинтересно, но когда ты читаешь, это еще как-то занимательно, потому что язык, да, ты читаешь то, что написано, да, вот между диалогами, этот текст автора, и как бы как чтение, это увлекательно, но как только ты пытаешься повторить это на сцене, когда это уже третья сцена подряд, и они об одном и том же начинают говорить, это становится как-то скучновато, ну, так многомучительным, начинаешь выдумывать какие-то приемы другие, то есть, и так вот нахрапом это не взять, и опытные артисты начинают тоже мучиться, и мы все вместе начали придумывать решение, и в качестве такого, ну, как шутки, что ли, ну, просто попробовали, я говорю, а давайте сделаем такую сцену, когда вот соберем все тексты о продаже, вот этих вот, как бы, чтобы все играют помещиков только в одной сцене, вот в прямой, вот эти вот торгующиеся люди, и решили это укрупнить, решили как-то их одеть, так, скажем, вычурно, да, в этом, да, мне помогал Сережа Лорионов, который в нашем спектакле работал художником по костюмам, да, и это такая история, как бы, ну, как есенция, едкая, вот этих помещиков, то есть, по сути, вот эти вот штампы о помещиках, об их поведении, они появляются только вот, наверное, в самой последней сцене, когда речь идет об вот этих вот, о купле-продаже, и там нету никаких уже бытовых атрибутов, да, нету квартиры, нет ничего, там просто стоят какие-то условные довольно стулья, кресла разноцветные, есть рама, и есть текст, вот, и вот это вот парирование репликами, вот, какая-то битва, и это, глава воспоминания, Чичу, как называется, это как бы впрямую его, его глава, вот. Еще одна тема, которую, мне кажется, ты интерпретировал очень интересно, и, скажем, до сих пор я не видел подобной версии, это коробочка, мог бы ты вкратце описать, почему это недалекая помещица, которая толком не понимает, что происходит, и она только думает, как бы еще выручить за мертвых душ цену повыше, может быть, стоит подождать и не продавать, она вдруг превращается в женщину, скажем, небывалой красоты, она изящна, она сексуальна и агрессивна. Почему такова версия? Мы, когда разбирали эти тексты, мы обратили внимание на то, что она же вдова, да, и помимо комического там эффекта и возможности что-то там подурачиться, да, артисту как-то пошалить, вот, попробовать исполнить, да, что-то там характерное возрастное, вот, помимо этого есть еще тема, что человек может постареть за неделю, если у него что-то происходит, и он со стороны может казаться комичным, гротескным, каким-то желчным, странным там пожилым человеком, а на самом-то деле ему ему 39 лет или 40, там, не знаю, да, ну вот, старик, потому что у него произошло горе, и он в своем горе, будучи еще одиноким, в прямом смысле, если он не живет один в квартире, он постоянно переваривает эту историю, ему никак не освободиться, и он стареет буквально вот в секунду, например, вот есть такие, есть такой пример, ну, у меня, ну, это мужчина, вот, про 39 лет, я говорю, я, ну, не буду рассказывать, но вот просто человек постарел, там, ну, больше, не знаю, полторы недели произошло, стал стариком, и, да, сцена решена в таком сначала, может быть, чуть комическом ключе, но, тем не менее, Монок был, именно вот этот, что это происходит от какой-то, ну, такой вот, что ли, трагедии, хотя мы это никак не утрируем, да, об этом не рассказываем, это можно прочесть в тексте, Гоголя, а потом еще раз, например, посмотреть спектакль, что-то понять, то есть, она, конечно же, ей не хватает мужчины, ей не хватает плеча, она несет на себе все это хозяйство, она пускается в эту странную, да, торговлю этим мертвыми, но, тем не менее, она в этом человеке видит еще и мужчину, просто как, да, ну, помощника, спутника, да, утраченного мужа, она как бы его пытается оставить у себя, есть, да, версии, что мертвая душа, это такая одиссея, и что коробочка, это церцея, которая вот его хочет, его тут оставить тоже, у себя, в общем, как-то его опутать, и в каком-то смысле, да, она при виде мужчины преобразуется, вспоминает, кто она есть, как она была молодая, красивая, и очаровывала, в общем, мужчин, либо одного мужчину, своего мужа, в общем, какой-то вот такой вот морок, это, конечно, такое наваждение, вот. Говоря о наваждении, на самом деле, одна из тем, которые присутствуют в твоей версии, это, естественно, путешествие, путешествие может быть и бегство, но путешествие может быть и возможностью заблудиться где-то, и может быть как раз вот это некоторые готические тона, там буря, гроза и так далее, и попытка найти ночлег, они в какой-то степени дают тебе дополнительное содержание. Скажи, пожалуйста, в заключении нашей беседы, потому что время неумолимо, почему большинство портретов, и я бы даже сказал все портреты, которые либо висят на стенах имений или квартир, либо сложены в какую-то коробку, ящик, почему они все пусты, почему там только рамы, зияющая пустота? Мы к этому тоже пришли опытным путем, сначала я принес эти рамы, потому что мне казалось, что ассоциативно, вот как-то мне кажется, что это правильно, что вот есть люди, которых нет, память о них, это фотографии зачастую, да, вот образ, и дальше мы поняли, что если мы конкретно вставим туда фотографии, это будет чем-то, ну, что-то другое возникнет, если мы нарисуем там что-то, тоже что-то другое, мы оставили в пустыне, дав возможность зрителю включить свое воображение, может быть, наполнить эти рамы фотографиями своей семьи? Ну, к примеру, да, а может быть, и кто-то увидит в этом, каждый свое, кто-то увидит пустую раму и видит в этом смысл, а кто-то поймет, что там даже есть, вот он намек на то, что должно быть в этих рамах, там есть какие-то такие тоже работы воображения артистов, и артисты намекают, что в этой раме могло быть бы это, и зрители как-то транслируют это, в общем, какие-то там есть ощущения, близких ли людей или нет, но есть такой еще, такая точка зрения, что мы живем, как бы, да, и, ну, память о нас остается, ну, после там нашего ухода, например, да, ну, как бы, то есть мы продолжаем жить, и душа наша продолжает жить только тогда, когда о нас помнят, как бы, а если о тебе никто не помнит, значит, тебя как бы и не было, что ли, вот такая странная история, это сейчас век там, да, электроники, и, да, огромное количество в сети аккаунтов, ушедших уже людей, а аккаунты есть, потом телефонный номер передается кому-то, да, и у меня вот иногда возникает там, в мессенджере, например, кто-то присоединился, опять присоединился в мессенджер, такой-то человек, а я понимаю, что он не может никому не присоединиться, потому что его уже больше нет, просто у меня остался в записной книжке, а его номер через, там, пять лет, или кому-то, то есть компания мобильной связи передала какой-то номер уже другому клиенту, и этот номер у меня всплыл, и вот, вот такие вот странные тоже ассоциации, это тоже туда, то есть здесь нет прямого ответа на вопрос, что такое мертвые души, это и мертвые души этих людей, которые как бы еще живут, это люди, о которых мы не помним, о которых мы забыли, это души людей, которые отвернулись от Бога, здесь не только такая тема, ну, с религией связана, здесь вот еще о памяти, а как быть людям, которые не верят в Бога, Да, и которым не остается ничего, кроме страха и фантазии на тему жизни после жизни. Да, но тем не менее, у них тоже есть фотографии близких, которых нет, они тоже как-то к этому относятся, вот это такие, это как бы спектр тем, то есть невозможно об одной теме рассказать, можно предложить на выбор тоже порассуждать об этих темах, об этом как бы многограннике, вот это вот какой-то странной формы, даже уродливой, может, монструозной, вот эта, какая-то такая фигура объемная в произведении, которая дает вот такие мысли, каждому свое, каждый в нем свое увидит. Иными словами, необходимо срочно покупать билет в Петербург и смотреть твой спектакль 30 мая, 1, 19, 28, 29 июня и заключительный спектакль этого сезона 7 июля. Роман, большое спасибо, нам не удалось, может быть, поговорить о всем спектре вопросов, которые я заготовил, но я еще раз поздравляю тебя с премьерой, я знаю, что это был тяжелый труд, надеюсь, теперь у тебя будет новое пространство и время для планов, о которых мы будем держать в курсе наших радиослушателей. Большое тебе спасибо за время, за наш разговор и интервью, всего тебе самого светлого. Уважаемые радиослушатели, напомню, сегодня мы обсуждали новую постановку в театре имени Ленсовета «Мертвые души» и создал ее актер и режиссер театра Роман Кочержевский. Роман, до свидания. Всего доброго, спасибо за беседу. Уважаемые радиослушатели, до новых встреч, до свидания.